Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Kia Picanto 2006 года. Будем перебирать двигатель. Стандартный набор ремкомплект двигателя, сальники, прокладки, маслосъемные колпачки и поршневые кольца. Двигатель работает, все нормально, претензий к нему нет, кроме одной. Кушает масло. Запах автомобиля стоит горелого масла. Поэтому разбираем, чистим, меняем и собираем. Начинаем, как обычно, с того, что поднимаем автомобиль. Поднимаем. Поднял автомобиль и увидел такую картину. Не так давно у людей меняли масло. То ли недозатянули фильтр, то ли фильтр некачественный. Подтекает. И притом подтекает, а не слабо. Начал кидать на балку с поддона. Но на коллектор он не попадает. Это не тот расход масла. Воняет горелым маслом именно из двигателя. Поэтому эту неприятность мы устраним. Это все не страшно. Так же растягивает масло. Похоже, с коренного сальника. Непонятно. А, нет, это не сальника. Это, вот оно, видно. Его по поддону протянуло сюда. Да, протянуло по поддону и он там стал стекать. Ну что, снимаем защиту правую. Вот эту пластиковую. Откручиваем приемную трубу от коллектора. И сливаем масло и антифриз. Снял обе защиты. Пластиковую левую и правую. Почистил. Шпильки вот на коллекторе. Если видно. Вот так вот. Резьбы нет. Коррозия все съела. Это в тех годах у корейцев. Вот здесь еще есть какое-то присутствие резьбы. Металл. Вообще некачественный. Потом хотел еще показать здесь какое-то вот есть соединение на хомутах. На патрубке. Но, судя по хомутам, патрубок был не затянут. И вот он подтек и есть антифриза. Что это за соединение? Кто его соединял? С завода оно предусмотрено. В чем я сомневаюсь. Не дозатянули. Так, ну ладно, подтянем. Сейчас снимаю вот здесь вот патрубок. И сливаю антифриз через этот патрубок. Открутил я гайки на коллекторе, на приемной трубе. Вот видно и здесь, и здесь. Как сделал, залил ВДшкой, подождал головку на 16 здесь. Забил, получается, ее. Так она просто не одевалась. Гайку тоже коррозия подъела. И пошевелил туда-сюда. Смотрю, шпилька не пошла. Пошла гайка. Где-то на миллиметр она отошла. Забрызгал и спереди ВДшкой, и сзади ВДшкой. И несколько раз прокручивал. Вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад. Так с двух сторон. Ну, гайки пошли. Открутились, все нормально. Снял. Сейчас подсвечу. Снял тот лючок, который закрывает у нас маховик. Как я и говорил, это не коренной сальник бежит. Это по поддону натянуло масло. Поэтому коренной мы менять не будем. Снимаем поддон. Снял колесо, чтобы удобнее было шкив открутить. Шкив мы будем откручивать. Сейчас попробуем, если пистолет не возьмет его, то открутим его стартером. Накинем головку и открутим. Открутил по периметру поддон. Там болты, головочка на 10. Берем отвертку и отрываем поддон от герметика. Надо будет равномерно с двух сторон, с этого угла и с этого угла поддевать. А потом, где поддон подогнется, мы его поправим. Кронштейн я тоже на штанах от блока открутил. Поэтому берем, сейчас сюда аккуратненько забиваем отвертку. Намазан, это не родной герметик. Все, вот он поддон. Сняли. Пока полностью не убираю. Снизу постелю картон, чтобы масло не капало. Раз уже снизу, сразу очищаем посадочное, чтобы потом уже не чистить. Берем нож и срезаем все. Открутил болт шкива. Пошел он от пистолета. Ослабил вот этих четыре болтика М6. Зачем ослаблял? Я думаю, что вот эти шкивы приводных ремней прикручены к шкиву ГРМ. Низвезде ремня ГРМ. Поэтому мы тоже снимаем их и это убираем. Также мы открутили вот здесь над компрессором кондиционера сверху есть болтик, подголовочка 12. Его ослабил. И вот болтик, вот шляпка, я рукой показываю за ремнем. Это болтик натяжного механизма. Я ослабил ремень и сейчас снимем шкив и снимем ремешок. Второй ремень, который на генераторе идет, снизу я крепление ослабил, а сверху я ослаблять не стал. Машина поднята. Сейчас машину опустим. Сверху ослабим и уже сверху снимем ремень. Так, ну вот шкив я снял, часть. Также можно снять вторую часть. А, ну все, даже ремень не надо ослаблять, он у нас снялся легко. Да, я был прав, он, видите, прикручен к звезде ГРМа. Не откручивая ее, мы не стянем, потому что нам надо откручивать кожух защитный на ГРМ. Но то ли кожух неправильно поставили, то ли что, видите, его поточило шкивом. Вот он, шкив, тер об кожух. Сейчас переноску возьму. Что-то сделали неправильно. Его практически по всему периметру точило. Странно. Может шайбу какую не поставили. Ладно, разберем, посмотрим с ней. Разбираем, продолжаем. Ну что, сменили мы тактику. Теперь мы сверху откручиваем минусовую клемму. Снимаем корпус воздушного фильтра. Для этого мы откручиваем вот этот хомут. Мы даже не будем его откручивать. Здесь крепление не стоит на месте. Снизу смотрел. Машина была бита в свое время. Коллектор, когда сниму, покажу мят экран на коллекторе и отломано ухо блока нижнее, где крепится коробка. Снимаем патрубок. И поднимаем коллектору. Так, здесь крепление снизу нет. Значит, просто сидит на резинке. Нет, здесь есть крепление сбоку. Снизу еще один болтик. Откручиваем трос газа. Здесь два болтика. Здесь два болтика. М6. Здесь два болтика. М6. И снимаем трос. Поднимаем сегмент и выводим. Убираем его в сторону. Теперь снимаем. Это крепление откручивало, но вообще было не прикручено. Убираем компенсатор. Убираем вот этот компенсатор. Крепление отломано. Так, ну вот, мы добрались уже до клапанной крышки. Поменяем новую катушку. Говорят, делали диагностику. Катушка показала, что пропуски зажигания на втором и четвертом цилиндре. Заменим заодно. Есть новая. Номерок покажу. Сейчас снимаем масляный щуп. Для этого мы открутим крепление головки. Болт здесь на 12. Вот какой он длинный. И отцепляем крепление проводки к липсу. Можно щуп целиком направляющей с корпусом вытаскивать. Он внизу сидит в передней крышке. Затолкнут. Вот он затолкнут. Был уже намазан герметиком. Но здесь есть уплотнительное кольцо родное. Это говорит как раз о том, что двигатель уже делался. Болты на место наживлю, чтобы потом нам не путаться, откуда он. Так, ну что. И все так по порядку. Все, что нам нужно отводить в сторону, откручиваем и убираем. Начиная там с проводки. Снимаем свечи, подсвечники. Запоминаем порядок расположения. В принципе они по длине провода не взаимозаменяемы. Поэтому можно не замечать. А так получается. Первый. Первый. Четвертый. Третий. Второй, третий. Порядок какой-то странный. Ладно, снимаем. Ладно, снимаем. Отвели в сторону. Снимаем верхний потрубок. Первый. Порядок. Первый. Третий. патрубок, снимаем разъемы, ну что, сейчас из такого особо ничего нету, отводим всю проводку, отключаем все разъемы, отводим проводку, снимаем экран с коллектора выпускного, чтобы коллектор открутить, отсоединить его и дальше уже по мере продвижения открутим клапанную крышку, поддомкратим двигатель и снимем переднюю подушку. Промежуточно покажу, что я сделал, сверху я отцепил проводку от коллектора, здесь я отцепил патрубок вакуума, подача бензина, от рампы открутил, там два болта, две гайки на шесть, отключу катушки, катушку я снял вместе с кронштейном совсем, крепится она тремя точками, одна сверху, одна вот здесь сбоку и одна вот здесь под датчиком снизу, головка на 12, потом отключил проводку, разъем идет, который на вентилятор, кронштейн, вот здесь вот стоит и вот здесь разъемы есть, отключил и разъединил, также разъединил сзади разъем на рампу, что очень удобно, коса делится, вот он основной разъем, вот дополнительный здесь на датчик идет, сверху это все подключал, патрубок вакуума снял, сапуна, то есть не вакуума, сапуна, и сейчас мы отключим, отцепим от коллектора проводку, которая сзади идет в гофре, мы ее отцепим и располовиним коллектор воздушный, видите, он сзади там болты, он половинится, поэтому мы его располовиним, для того, чтобы нам было удобнее снять клапанную крышку и открутить головку, в данный момент отцепляем сзади проводку и половиним коллектор, открутил я половину коллектора, для удобства, как вы видите, я снял тормозной, бачок тормозной жидкости, крепится он четырьмя гайками М6 здесь сзади, открутил его не снимая шлангов, просто вывел сюда в сторону, вот положил, не мешает, также открутил два болта, головка на 12, и две гайки, головка на 12, открутил кронштейны, которые держат проводку коллектору и вот здесь вот есть сзади кронштейн, усилитель, на нем не было болта, видать, когда снимали, упростили вариант, сейчас достаточно, я так думаю, подорвать коллектор и он должен сойти. Что-то он не сходит, вроде бы все открутил. Смотрим, что его еще держит. А, все, есть, нашел, снизу болт, посередине, снизу болт, с внутренней стороны еще один болт держит, его тоже не забываем открутить. Залез, открутил снизу болт. Вот, располовинили мы коллектор. Масло, масло во впускном коллекторе. Через сапун тянуло, через сапун тянуло, это значит, бросало, поршневые кольца не держат. Остались быть целые поршня. Разбираем дальше. Откручиваем клапанную крышку. Здесь получается 6 болтов, головка на 10, и 2 болта, которые мы уже сбоку открутили с крышки ремня грилем. Ну, двигатель особо не засранный. Грязиноват, но не засранный. Открутил 9 гаек на 12, снял перед этим экран, экран здесь из двух половин, экран держится на трех болтиках, один из болтиков был обломан, получается держался всего на двух. Коллектор был не затянут. То ли так собирали, то ли когда ударились после этого, хотя я думаю, что после того, как ударились, меняли, потому что катализатор наверняка был разбит. Коллектор новый стоит. Ну, снимаем. Вот видно, что четвертый цилиндр выхлопной бросал масло. Четвертый и третий. Коллектор был не затянут, поэтому здесь тоже текло масло, подкидывая его, видно и по прокладке, и по головке, что все грязно. Ну, помимо того, что масло текло, машина еще и секла, работала немножко как трактор. Вот видите, все в масле. Вот ухо снизу, про которое я вам говорил, отловом кусок блока. И вот на коллекторе, а нет, коллектор не менялся, это он так сыграл, просто его оставили старый, на нем вмятина. Не знаю, там, наверное, по идее и должен был этот разрушиться. Не видно, но пыльный мусор есть. Он сыпаться начал, катализатор. Посоветую людям заменить его. Значит, коллектор остался старый. Ну, сыграл он, он очень сильно сыграл, потому что вот эта вмятина, а болт находится примерно, ну, сантиметрах в четырех. Так, снял я подушку с двигателя. Здесь получается две гайки на кронштейне, один болт, потом два болта. Вот здесь болт, и вот здесь болт крепления подушки. И вот здесь вот третий болт, вот снизу, тоже крепление подушки. Для этого я открутил расширительный бачок, М6, два штуки снял. И снял с кронштейна бачок гидроусилителя. Тоже его ослабил. Только после этого я смог вытащить подушку. Сейчас я открутил болт третьей крышки ГРМ. Вот он, получается, нижний. Четвертого болта вот этого его не было. Упростили. Сейчас снимаем нижний кожух ГРМ. Там два болта снизу и два болта сверху. Четыре болта также откручиваем и снимаем нижнюю половину. Снял нижнюю крышку. Хотел показать, что-то ребята, когда собирали, что-то не установили. Какую-то шайбу. Потому что, смотрите, вот эта звездочка зажигания, она потерла аж датчик положения коленвала. Что они не доставили сейчас. Пойду каталог открою, посмотрю. Потому что этого быть не должно от пластика. Так, ну, странно, конечно. Снимаем сейчас эту звездочку и выставляем зажигание поверхней мертвой. Выставил метки зажигания. Ребят, я не являюсь колоссальным мастером. Изумительным. Вот, видите, точку. Сейчас попробую подсветить, показать. Смотрите, вот на шкиву точка. И вот отлив на блоке. Точка сходится на блок. Видно, да? Шкивок. Вот он. Его видно. По зазору он уже набитый. Его, по идее, надо заменить. Посмотрим, если в наличии будет, мы его заменим. Потом, смотрите сюда, вот метки. Вот получается метка на шкиву, а вот метка на голове. Отлив. На зуб она не попадает. Сейчас возьму маркер. Вот, если взять, вот зуб. Вот я его пометил. Так, получается, вот он. Куда он выходит? Он выходит вот на этот зуб. А должен выходить на этот. Когда выставляли зажигание, промахнулись и зажигание еще на зуб. Как собирали, ничего понять не могу. Ведь собираешь же, потом перепроверяешь. Так что, вот, когда будете делать, тоже повнимательнее будьте, чтобы не пропустить вот такие вот мелочи. И все-таки что-то они там со звездой сделали внизу. Почему? Она цепляется. Ладно, разбираем дальше. Открутил ось коромысел. Здесь 5 болтов, головка на 12. Сразу решил снять. Распредвал я снимать не буду. Теперь ослабляем натяжной ролик ремня ГРМ и снимаем ремень ГРМ. Дальше мы откручиваем головку и снимаем уже головку. Все у нас отвязано. Ослабляем ролик, скидываем ремешок. Так, ослабил ролик. Головка на ролике на 17. Вот она получается. Ее просто ослабил, натянул ремень и поджал. Теперь ролик получается у нас натянут. Когда установим ремень, просто ослабляем и он у нас устанавливается. Теперь стягиваем шкив. И смотрим, что у нас с ним не так. Что у нас с ним не так? Шкив весь потерт. А, все понятно. Видите, набита внутренняя посадочная на коленвал. Просто ребята не дотянули шкив в свое время. Из-за этого отбило. Из-за этого отбило. Вон здесь, видите, шкив даже прижался к передней крышке уже. На коленвалу тоже набито вот по кругу. Что делать? Позвонил, узнал. Шкива такого в наличии нету. Только на заказ. Надо заказывать. Машина стоять не нужна. Поэтому мы выйдем из положения. Подберем шайбу. Поставим шайбу и затянем. Хозяину скажу, в следующую замену ГРМ будут уже менять и шкив. Вот так вот. Всего-то не дозатянули, а потом все это набило. Поэтому все терло, все царапало. Ладно. Откручиваем головку. Головка у нас здесь. Сейчас скажу, насколько затянута. Здесь шестигранник. Восьмерочка. Шестигранник-восьмерка. Срываем. Кори-каком. Вот так. Растая смесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...